Приветствую вас и первый, самый главный вопрос, который я хотел бы вам задать, заключается в том, почему девочка изначально настояла на несерьёзных отношениях. То есть, что по сути дела ей двигало, когда она сказала, что ваши отношения несерьёзные изначально? Нежелание сближаться, желание вас проверить, может быть, страх перед серьёзными отношениями, прошлый опыт негативный, который у нее есть в результате взаимодействия с парнями. Но в любом случае, девушка сразу установила границы. Границы, которые вам, как это не печально, нужно соблюдать. Границы, которые, если вы не будете соблюдать, рискуют повлечь за собой полное прекращение ваших отношений в принципе. И, казалось бы, ну, девочка действительно может проверять вас, казалось бы, девочка действительно может смотреть на вас, оценивать, думать о том, какой вы, насколько вы надёжны и так далее. То есть, всё это действительно может быть. Но, вы поссорились. Казалось бы, что такого ссора? Ссора – это совершенно нормальное явление, совершенно нормальное состояние для людей, которые вместе друг к другу находятся, у которых есть какие-то отношения. Но она восприняла эту ссору почему-то, как какой-то, вы знаете, показатель вашего отношения. То есть, у нее отношение изменилось теперь, как она говорит к вам, в результате чего вы не можете ее целовать. То есть, всё делать можно, а целовать нет. Создаётся такое чувство, по крайней мере, у меня не было ощущение, что девушка вами манипулирует. Вот изначально она вами решила манипулировать, и она вами манипулирует теперь так. К сожалению, это нельзя назвать чем-то хорошим, чем-то правильным, и вообще-то говоря, это поведение человека, который темночально настроен скоростно по отношению к вам. То есть, она готова вас использовать, она готова принимать цветы, подарки, ваше внимание, но давать что-то от себя, она не готова. И, к сожалению, это неравенство в ваших отношениях. К сожалению, это игра с ее стороны, как сказала коллега. И у вас есть выбор, либо вы эту игру поддерживаете, выжидая неизвестно чего, и вообще-то говоря, там, надеясь неизвестно на что. Либо вы эту игру не поддерживаете, и тем самым показываете девушке, что не приемлете того факта, или просто того, что она делает. Выбор все из-за вами, на самом деле. Можно сколько угодно ждать, можно сколько угодно надеяться на то, что она от нас ли даст свое согласие на сближение с вами, даст свое согласие на то, что, на то, чтобы, точнее, как-то с вами все-таки сблизиться. Но, по большому счету, надежда эта, она очень и очень маленькая. Потому что, знаете, если человек сразу поставил определенные условия, а он их поставил, то он уже изменит их с меньшей долей вероятности. А с большим он так и будет себя вести, потому что так ей выгодно. И просто выгодно вести себя с вами в таком случае, и до тех пор, пока вы сами будете это позволять, ну, ничего, конечно, из этого не получится. То есть, понимаете, мы девушку не знаем, не знаем, какая она, может быть, у нее там действительно есть серьезные проблемы, которые не позволяют ей с вами сближаться, либо она просто с вами играет. Мы этого не знаем, потому что мы не знаем девушку, но, по вашему тексту, определенно, получается так, что она просто с вами манипулирует. И вам решат, или вы будете в большей степени думать о себе, и да, вы можете ее потерять, да, вы можете выйти из отношений с ней, либо вы просто-напросто будете продолжать жить ее интересными, делать все так, как она хочет, пытаться там как-то ее завоевать, расположить к себе и так далее. Выбор, выбор, выбор ваш. Вот что вам ближе, в чем вы чувствуете наибольшую привлекательность для себя, вот в этом и двигайтесь в направлении. Если считаете, что есть реальная надежда, что она вам соответствует взаимностью, нужно только упорство, терпение там и так далее, старайтесь. Вы назначите себе срок, например, сами для себя поставьте срок, там, не знаю, два месяца, например, два месяца или три. Вот если за это время девушка вам не ответит взаимность, то все, вы перестанете с ней как-то взаимодействовать. Если же ответить, то тогда да, тогда вы были правы и вам нужно продолжать, как бы, с ней продолжать ее добиваться. А если вы в глубине души, вот прислушившись к себе, посмотреть на нее, почувствуете, что она, ну, не тот человек, не так она себя ведет, не так, по вашему мнению, должен вести себя человек, который заинтересован в мужчине. Вам нужно здесь от нее отдаляться. Потому что, чем больше вы будете находиться с ней, тем больше вы будете в этом случае проявлять к ней внимание, прикладывать усилий для того, чтобы добиться ее. Тем больше вы будете впадать в зависимость, потому что мужчина, он склонен к тому, чтобы цели ставить себе и любой ценой этих целей достигать. Ну и вот ключевой момент как раз таки в том, что вот эти цели, эта цель, они для вас недосплежимы. Из-за чего вы будете переживать фрустрацию, мне кажется, что фрустрацию вы уже переживаете. Это такая реакция, которая негативно оборачивается для человека, который не будет решить задачу, которая перед ним поставлена. У фрустрации очень много форм, много достаточно форм, еще больше последствий в плане поведения. И вот не нужно вам, как бы, угасать в это болото, ибо попасть в него достаточно просто, оно очень незаметно появляется вокруг человека, а вот выйти из него бывает достаточно сложно. То есть вот она предложила вам отношения без обязательств, без чего-то серьезного. Каковы у нее мотивы, и каковы ваши мотивы. Почему вы согласились на такие отношения? Ведь это же трата времени на человека, да? Тем более встречи редкие, может быть, у нее еще другой мужчина есть, а с вами она просто развлекается. Почему вы согласились на это? Ответьте себе на вопрос. Вот именно на этот вопрос. Тогда вам будет более понятно, как обстоят дела, и в какую сторону вам двигаться. Потому что если вы согласились с ней на такую форму отношений, потому что вы преследовали какие-то свои желания, то это уже ваша личная заинтересованность. И нельзя однозначно требовать от девушки, чтобы она удовлетворяла ваши эти желания. Ну и наконец, если вам с ней просто хорошо, и если вы проводите с ней время, рады этому, ничего больше не желаете, не хотите, вас все устраивает, тогда оставьте все как есть, но только до тех пор, пока это будет соответствовать вашим интересам. Как только вашим интересам это соответствует перестанет, тут же нужно ставить вопрос ребром. То есть вы можете сказать, девочка, знаешь, дорогая, пока у меня было время, пока у меня была возможность, я играл с тобой в эти игры, я как бы нагодился с тобой в отношениях, ни к чему не обязывающих, но мне все-таки хочется отношений более полноценных, то есть я хочу чувствовать себя твоей мужчиной, тебя своей девочкой, я хочу, чтобы ты была моей. Соответственно, готова ли ты мне это дать или нет? Если готова, хорошо, мы будем вместе, я буду с тобой. Если нет, и даже надежды нет на то, что ты мне дашь, после всего того времени, что мы с тобой провели, то я, наверное, с тобой расстанусь, потому что меня это не устраивает. Вот примерно так вам нужно будет, девочка, сказать в случае такого подхода. Уверен, это единственное верное решение в этом случае, в данной ситуации. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!